Блины, костры и хороводы. В России провожают масленицу. Блины, костры и хороводы. В России провожают масленицу 18-21 марта 2020 года, обновлено 18-54 марта 2020 года. В России масленицу в 2020 году праздновали с 24 февраля по 1 марта. Прощание с зимой в российских городах в Хатуленте. Реа Новости, Максим Боготвит. Масленица один из древнейших праздников была известна на Руси еще до принятия христианства, а в нынешней культуре закрепилась как неделя веселья перед Великим Постом. Один из восемнадцати. Масленица один из древнейших праздников была известна на Руси еще до принятия христианства, а в нынешней культуре закрепилась как неделя веселья перед Великим Постом. Реа Новости, Максим Боготвит. РИА Новости, Владимир Вяткин. Главные атрибуты праздника – уличные гуляния, песни, чучело и, конечно же, застолье с блинами. Два из восемнадцати главные атрибуты праздника – уличные гуляния, песни, чучело и, конечно же, застолье с блинами. РИА Новости, Владимир Вяткин. РИА Новости, Максим Богодвит. Масленецу празднуют семь дней, и за каждым из них закреплена своя традиция. Три из восемнадцати маслянецу празднуют семь дней, и за каждым из них закреплена своя традиция. Рия новости, Максим Богодвит, Рия новости, Владимир Вяткин. В первый день проходит встреча, нужно смастерить чучело и выпить первый блин. В старину его отдавали беднякам, прося помянуть близких. Четыре из восемнадцати. В первый день проходит встреча, нужно смастерить чучело и выпить первый блин. В старину его отдавали беднякам, прося помянуть близких. Рия новости, Владимир Вяткин. Рия новости, Виталий Тимкиф. Второй день неспроста называется заигрыш, в это время, по традиции, юноши и девушки присматривались друг к другу, чтобы сыграть свадьбу после Великого Поста. Пять из восемнадцати. Второй день неспроста называется заигрыш В это время, по традиции, юноши и девушки присматривались друг к другу, чтобы сыграть свадьбу после Великого Поста Рея новости, Виталий Тимкиф Рея новости, Виталий Тимкиф На третий день пекут еще больше блинов в лаком кузития приходит на застолье к тещам 6 из 18 На третий день пекут еще больше блинов в лаком кузития приходит на застолье к тещам Рея новости, Виталий Тимкиф Рея новости, Владимир Вяткин На четвертый день, именуемый разгулом, начинается широкая масленица Люди выходили на улицы, водили хороводы, прыгали через костер и строили снежную крепость 7 из 18 На четвертый день, именуемый разгулом, начинается широкая масленица Люди выходили на улицы, водили хороводы, прыгали через костер и строили снежную крепость Рея новости, Владимир Вяткин Рея новости, Илья Питалев Пятый день называют тятищины вечерки, и в это время тещи с подругами сами приходили в гости к зитиям 8 из 18 Пятый день называют тятищины вечерки, и в это время тещи с подругами сами приходили в гости к зитиям Рея новости, Илья Питалев Рея новости, Илья Питалев На Золовкины посиделки невестки приглашали в дом родственников мужа, накрывали стол, а те, в свою очередь, приносили хозяйке дома подарки. 9 из 18 На Золовкины посиделки невестки приглашали в дом родственников мужа, накрывали стол, а те, в свою очередь, приносили хозяйке дома подарки. РИА Новости, Илья Питалев РИА Новости, Илья Питалев Кульминация праздника называется Проводами Масленицы В этот день принято накрывать самые богатые столы, жигать чучело и встречать весну 10 из 18 Кульминация праздника называется Проводами Масленицы В этот день принято накрывать самые богатые столы, жигать чучело и встречать весну Рея Новости, Илья Питалев Рея Новости, Владимир Вяткин Кроме того, воскресенье Масленичной недели – это еще и прощенное воскресенье у православных христиан. Накануне Великого Поста необходимо примириться друг с другом и отпустить старые обиды. 11 из 18 Кроме того, воскресенье Масленичной недели – это еще и прощенное воскресенье у православных христиан. Накануне Великого Поста необходимо примириться друг с другом и отпустить старые обиды. РИА Новости, Владимир Вяткин Рея Новости, Илья Петолев. Раньше считалось, что во время Масленицы веселиться необходимо, иначе весна будет наступать дольше. 12 из 18 раньше считалось, что во время Масленицы веселиться необходимо, иначе весна будет наступать дольше. Рея Новости, Илья Петолев. Рея Новости, Илья Петолев. Также во время праздничной недели было запрещено ссориться и грустить. Этим можно навлечь на себя несчастье. 13 из 18 также во время праздничной недели было запрещено ссориться и грустить. Этим можно навлечь на себя несчастье. РИА Новости Илья Питалев РИА Новости Максим Богодвид В Масленичную неделю слабели сословные связи. К столу приглашали странников и бедняков. 14 из 18 в Масленичную неделю слабели сословные связи. К столу приглашали странников и бедняков. РИА Новости Максим Богодвид РИА Новости Владимир Вяткин Помимо блинов, традиционными для Масленицы блюдами являются ватрушки, вареники, пироги, заливная рыба. 15 из 18 помимо блинов, традиционными для Масленицы блюдами являются ватрушки, вареники, пироги, заливная рыба. РИА Новости Владимир Вяткин РИА Новости Сергей Мамонтов Для верующих мясные блюда в сырную седмицу уже запрещены. 16 из 18 для верующих мясные блюда в сырную седмицу уже запрещены РИА Новости Сергей Мамонтов РИА Новости Владимир Вяткин По данным в ЦИОМ, в этом году на Масленецу собирались есть блины 88% россиян 17 из 18 по данным в ЦИОМ, в этом году на Масленецу собирались есть блины 88% россиян РИА Новости Владимир Вяткин РИА Новости Максим Богодвид После Масленицы начинается Великий Пост, самый строгий и самый длинный В 2020 году праздник Пайсхи, завершающий его, выпадает на 19 апреля 18 из 18 после Масленицы начинается Великий Пост, самый строгий и самый длинный В 2020 году праздник Пайсхи, завершающий его, выпадает на 19 апреля РИА Новости Максим Богодвид